Больницы в поселке Новомирском больше 60 лет и даже капремонтам это здание уже не спасти. Так что взамен построена новая модульная амбулатория, причем сдать ей удалось на год раньше срока. За это сельчане благодарят не только власти, но и земляка Сергея Зубаря. Пока готовили модули, он помог расчистить территорию и залить фундамент. Мне страшно хотелось, чтобы, я понимаю, как всегда говорят, ну кто поможет. Вот, ну всегда говорят, вот власть должна помогать. А если мы не срастемся с властью и не поможем, власть нам, мы власти, вот тогда все получается. Потому проект и завершается вот так хорошо. Амбулатория приехала в поселок в виде большого конструктора. Оставалось его собрать. Модульные здания при желании можно перенести в другое место. Они выдерживают большие перепады температур. И такой подход сейчас используется в программе развития здравоохранения. Организовано это все на подаче заявок наших медицинских учреждений. В необходимости, Министерство здравоохранения оценивает необходимость приобретения данного здания в соответствии с прикрепленным населением, в соответствии с необходимостью оказания медицинской помощи. Далее обращение делается к губернатору нашей области. Губернатор выделяет денежные средства. На амбулаторию потрачено порядка 16 миллионов рублей. Здание площадью 230 квадратных метров оснастили оборудованием и мебелью. Здесь кабинеты терапевта, стоматолога, педиатра, гинеколога, а также для прививок и процедур. Установлены сплит-системы, есть горячая вода, а зимой пациентов и врачей будут гореть два электрических котла. Поселение здесь очень активное, доброе и отзывчивое. Я уже сегодня разговаривал, говорю, ну что, когда будем благоустраивать? У нас здесь день, праздник, древонасаждение. Обязательно соберемся, обязательно посадим деревья, это будет именно здесь. Поэтому я думаю, что и перспективы развития поселения в целом, они хорошие. В Новомирском обустраивается парк культуры по губернаторской программе «Сделаем вместе», где граждане предлагают объект благоустройства, а сами участвуют в реализации проекта. Сельчане очистили парк от сорных растений и мусора, а на дорожках здесь теперь тротуарная плитка. На данной дорожке в следующем году будут у нас установлены лавочки, светильники, урны, детская игровая площадка. У нас имеется на данной дорожке отводы, где будет аллея славы и аллея трудовой славы наших жителей. А еще скоро в поселке будут и аптечный пункт, и машина скорой помощи. Даниил Мирошниченко, Николай Кубышкин, Первый Ростовский.